Здравствуйте! В эфире информационный канал «Город» в студии Артём Миронов. Смотрите сегодня в нашем выпуске. До лета явно не продержатся. Кировские автомобилисты жалуются на дороги, которые превратились в решето. Весь городской мусор повезут в Лубягино. Чиновники снова проиграли суд по полигону в Осенцах. В память о погибшей Кристине в Троицком храме осветили и установили колокол, деньги на которые собирали всей страной. Опасный момент. Суд признал, что тариф куприта за вывоз мусора снизили незаконно. До лета явно не продержатся. Кировские автомобилисты жалуются на дороги, которые превратились в решето. Речь идет как о разрушенных второстепенных, так и о самых протяженных участках города. Это улицы Производственная, Солнечная, Горького, трасса Киров-Русская и многие другие. Водители надеются на скорые ямочные ремонты, а чиновники на капитальные, которые будут только летом. Вот только продержатся ли разрушенные дороги до сезонных работ – большой вопрос. Дорога на Производственной в этом году, пожалуй, самая обсуждаемая у кировских водителей. Она и центральная, и одна из самых протяженных в городе. Поток машин здесь всегда большой, но уже несколько месяцев эта дорога напоминает решето. По всей ширине опасные выбоины. Здесь и глубокие маленькие ямки, и большие, которые серьезно разрослись в последнее время. Попасть в них на машине и пробить колеса проще простого. Ямы, замаскированные лужами, объезжать негде. Водителям приходится постоянно притормаживать. Из-за этого Производственная вечно стоит в пробках. У нас же правительство заботится о нас. Так ведь? Дороги – это все американцы ломают. Так-то очень плохо, потому что все лужи, ямы делали, это самое, осенью дорогу. И все вывели опять очень ужасно. Особенно на базовый заворот, что на тот, что на тот. А это и есть улица Базовая. Дорогу не ремонтируют уже несколько лет. Маневрировать вокруг глубоких ям тут просто негде. Кировские водители в последнее время стараются вообще здесь не ездить. Жалко и нервы, и свои машины. Кажется, еще чуть-чуть. И по базовой будет не проехать даже на грузовике. Стоя в огромных пробках из-за глубоких ям, водители не стесняются в выражениях. Как по таким дорогам ездить? Знаю. В серьезном ямочном ремонте сегодня нуждается и дорога на улице Горького. У перекрестка Сваровского подрядчики уже несколько сезонов пытаются заделать выбоины. Правда, получается откровенно плохо. Вот и сейчас заплаты начали крошиться. Объезжать по встречке приходится не только ямы, но и лужи, под которыми замаскированы выбоины. Еще один наглядный пример ямочного ремонта по Кировски – улица Солнечная. Полтора месяца назад подрядчики привели дорогу в порядок. То есть подлатали самые убитые места, но надолго такого ремонта не хватило. Вопросы есть к качеству материалов, которые были использованы. Получается, что дорожники просто выбрасывают деньги на ветер. Ведь толку от такого ямочного ремонта совсем нет. Этот участок Киров-Русская ремонтировался несколько лет назад одним московским подрядчиком. Фирма оказалась, что называется, однодневкой. Ремонт сделала плохо и привлечь ее к гарантийным ремонтам сейчас не представляет возможности. Этот участок дороги внесли в список на капитальный ремонт дорог в этом году. Но пока у автомобилистов нет никаких гарантий, что эти огромные ямы не разорстутся во всю ширину дороги до лета. Опасно, конечно, но потому что все обижают ведь эти ямы. Они небольшие, их все обижают. Вот что опасно. Продержится ли до лета? Не знаю, вряд ли, наверное. Самое интересное, что на дорогу Киров-Русская уже было потрачено 250 миллионов рублей. Сумма по меркам города огромная. Получается, что миллионы просто растаяли в асфальте. А чиновники снова планируют тратить деньги на этот участок. Что касается ямочного ремонта, дорожники уверяют, что в этом году он уже был. Якобы ямы залатали на 6 миллионов рублей. Столько же хотят потратить на косметический ремонт снова. Еще аукционная процедура на горячий асфальт и бетон, который уже мы планируем где-то апрель-май месяц, когда позволит температурный режим работать с данным материалом. В основном, конечно, да, это пойдет на магистральные улицы с автобусным, общественным движением, транспортом и более, так сказать, проблематичные участки, где аварийность большая. Ждать ямочный ремонт кировским водителям придется еще долго. Да и будет ли от него толк, если сейчас дорожных заплат, которые стоят миллионы, едва хватает на неделю. Видимо, водителям стоит надеяться только на капитальный ремонт. Будет он только летом и далеко не на всех аварийных дорогах. Артем Миронов, Артем Шуткин, информационный канал «Город». Круговое движение на Слободском тракте обойдется в 30 миллионов рублей. Родителям объяснят, кому положены новые выплаты на детей, и подъезды к школам и садам сделают удобными. Все подробности далее. Наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Круговое движение на перекрестке улиц проезжия Павла Корчагина сделают капитальным. Строительство начнут в июне этого года. Там будут установлены пешеходные ограждения, заменены знаки, нанесена разметка, обустроены искусственные неровности, дополнительный тротуар, а также светофорные объекты на двух пешеходных переходах. Общая стоимость объекта составит более 30 миллионов рублей. В 2020 году отремонтируют подъездные пути к 33 школам и садам. Из бюджета выделено 12 миллионов рублей для благоустройства 9 проездов и подходов. Еще 18 отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Проблема в том, что большинство сот учреждений находятся внутри дворов, и подъезд к ним сильно затруднен. Это касается не только машин родителей, но и служб, которые привозят в учреждения продукты или вывозят мусор. 20 февраля состоится прямая линия по вопросам мер соцподдержки семей с детьми. На вопросы кировчан готовятся отвечать представители Министерства социального развития области, специалисты отделения пенсионного фонда и кредитных организаций. Кировчане могут узнать о правилах начисления нового материнского капитала и других соцвыплат на детей. Работать прямая линия будет с 11 до 12 часов дня. Кировчанам предлагают принять участие в вопросе о своем городе. Администрация собирает мнение в рамках подготовки стратегии развития Кирова на ближайшие 15 лет. В вопросе есть темы про качество жизни, медицины, образования, транспорта и безопасности. Сбор мнений будет проходить до 1 марта. В память о погибшей Кристине сегодня в Троицком храме села Кстинина осветили и установили колокол, деньги на которые собирали всем миром. Первый звон прозвучит в день рождения девочки 20 февраля. Место установки колокола выбрали не случайно. Троицкий храм находится недалеко от Федякинского кладбища, на котором похоронена Кристина Яковлева. Решение об установке колокола волонтеры приняли после того, как стали известны подробности смерти трехлетней Кристины. Мария Пленкина оставила свою дочь на неделю одну дома без еды и воды. Эта шокирующая история сегодня известна далеко за пределами Кирова. После того, как волонтеры инициативной благотворительной группы «Дюймовочка» объявили о сборе средств на колокол в память о погибшей девочке, средства присылали из других городов и стран. Помощь в организации и установке принимали также сотрудники Троицкой церкви. Колокол с памятной надписью был отлит в Ярославле. Весит он примерно 140 килограммов. Прежде чем его установить, колокол осветил митрополит Вятский и Слободской Марк. Первый звон на приходе прозвучит 20 февраля, в день рождения Кристины. В этом году девочке могло исполниться 4 года. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Весь городской мусор повезут в Лубягино. Чиновники снова проиграли суд по полигону в Осенцах. На этот раз Кировский арбитражный суд признал недействительным разрешение на эксплуатацию полигона. Это значит, что скоро туда нельзя будет свозить мусор из города. Вероятнее всего, новой площадкой для отходов станет скандальный полигон в Лубягино. Разбирательства между чиновниками и аэродромом в Порошино тянутся больше года. Последние не хотят, чтобы рядом с посадочной площадкой размещалась большая свалка. Расстояние между аэродромом и полигоном в Осенцах меньше 15 километров. Это незаконно и опасно для полетов. Недовольство руководителей аэродрома поддерживают решение судей. Строительство и использование полигона в Осенцах признали незаконными. Главный вопрос – куда теперь будут свозить городской мусор? Мусорная тема для жителей Лубягина и соседних деревень стала особенно острой в последнее время. Чиновники хотят построить рядом с действующим полигоном мусороперерабатывающий завод. Обещают сделать это к 2022 году. Местные жители высказываются против такой идеи. Но, возможно, после того, как решение суда по полигону в Осенцах вступит в законную силу, Лубягина станет главной площадкой по размещению мусора со всего города. Опасный момент. Суд признал, что тариф Куприта за вывоз мусора снизили незаконно. И, вполне возможно, цена для кировчан может снова вырасти. Казалось, что спором между региональным оператором и службой по тарифам не будет конца. Но, судя по всему, он все-таки настал. Но вот чем закончится эта история для кировчан, пока непонятно. Сегодня стало известно, что в очередной раз апелляционный суд признал, что тариф у Куприта снизили незаконно. Напомним, что в прошлом году, в сентябре, региональная служба по тарифам снизила оплату на вывоз мусора на 15,7%, исключив из него некоторые статьи расходов, в частности, транспортировку мусора и инвестсоставляющую. Кировчане стали платить меньше, но Куприт с таким решением оказался несогласен и начал подавать жалобы в суд. Теперь, когда апелляционный суд признал снижение незаконным, регоператор может добиваться повышения тарифа или назначить доначисление из-за недополученного дохода. В Куприте пока решение не приняли. Россиянам, получающим так называемую серую зарплату, могут отказать в кредите или существенно повысить процент. Депутаты Госдумы внесли такой законопроект на рассмотрение. Как объясняют законодатели, такая мера поможет россиянам не брать большие суммы в долг, но и борьба с зарплатой в конвертах, судя по всему, выходит на новый уровень. О новой мере заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Проект закона уже внесен на рассмотрение в Нижнюю палату Федерального собрания. По нему банки теперь могут использовать данные налоговой службы о заемщиках. Депутаты считают, что такая мера позволит лучше управлять рисками россиян, которые хотят взять кредит. Зная реальные доходы, подтвержденные в налоговой, банкам будет проще оценить возможности человека при оплате банковского долга. Те, кто получает зарплату в конвертах, кредиты, скорее всего, выдавать не будут или из-за рисков банка повысят процентную ставку. Законопроект могут принять до конца весенней сессии. Когда опыт вождения не имеет никакого значения, победителем может стать как водитель с большим стажем, так и новичок. Первый городской канал приглашает кировчан на кастинг нового большого телешоу. Проект будет называться «Первый городской водитель». Шесть участников будут бороться за звание лучшего в городе. Ну и, конечно, за главный приз – тысячу литров бензина. В эфир нашего канала шоу выйдет уже в марте. А пока мы приглашаем на кастинг всех желающих. Ограничений практически нет. На кастинг могут прийти как мужчины, так и женщины старше 18 лет. С собой нужно взять водительское удостоверение всех желающих. Мы будем ждать 29 февраля в 11 часов утра в автосалоне «Престиж Авто» на улице Дзержинского, 77. Именно таким был этот вторник, 18 февраля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 473302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова